Полмиллиона человек посетили мероприятие летом этого года на каскаде фонтанов «Радуга». Во время празднования Дня Знаний там подвели итоги масштабного социального проекта «Лето-2013». Подробности в сюжете наших корреспондентов. Для жителей и гостей Запорожья за три летних месяца «Радуга» стала центральным и любимым местом отдыха. С 1 июня здесь стартовал проект «Лето-2013». И все лето для запорожцев всех возрастов было организовано рекордное количество интересных мероприятий. Этот социальный проект стал возможен благодаря запорожскому бизнесмену Евгению Анисимову и партии регионов, а также содействию городских властей. Каждый, кто пришел на главную площадку «Лето-2013» смог найти развлечение по душе. Лето запорожской детворы в незабываемые радужные цвета разукрасил показ мультфильмов на большом экране, цирковые программы, кукольный театр, веселые аниматоры и викторины. У запорожской молодежи популярными были дискотеки, выступления команд КВН, концерты рок-групп, тематические вечеринки. Прямо на «Радуге» работал кинотеатр под открытым небом. Где также на большом экране жители города вечерами имели возможность посмотреть сотни кинолент. У запорожцев была возможность послушать выступления запорожского симфонического оркестра и джазовые концерты. Большое внимание организаторы проекта «Лето-2013» уделили теме военно-патриотического воспитания молодежи. Бои лава на лаву, фестиваль военно-патриотической песни, выставки техники времен Великой Отечественной войны и, конечно, праздник чести, мужества и воинской отваги День ВДВ. На старте проекта городская власть и организаторы объявили «Радугу» территорией без алкоголя. На главной площадке «Лето-2013» было организовано большое количество мероприятий по популяризации здорового образа жизни и занятий спортом. Здесь прошли турниры и чемпионаты по баскетболу, стритболу и триатлону. На «Радуге» запорожцы вместе отмечали все главные государственные и профессиональные праздники страны и города – День защиты детей, День молодежи, День конституции, День металлурга, День крещения Киевской Руси и День знаний. С праздниками горожан поздравляли звезды российской и украинской эстрады – джаз-бенд «Фридом Джаз», «Неангелы», «Эрика», «Мика Ньютон», «Наталья Могилевская», «Любе», «Олег Газманов», «Друга река», «Дуэт», «Потап и Настя». Проект «Лето-2013», организованный благодаря бизнесмену Евгению Анисимову и партии регионов, при содействии городских властей еще раз показал, что запорожцы умеют не только хорошо работать, но и отдыхать, так как не отдыхают ни в одном другом городе. По подсчетам организаторов проекта «Лето-2013» за три месяца мероприятие на «Радуге» посетило более полумиллиона человек. Среди них – запорожцы, жители Запорожской области и соседних городов, гости из других регионов страны. Лето-2013 закончилось, и впереди у запорожцев золотая осень, а после снежная зима. Но за зимой обязательно придет весна, а за ней солнечное волшебное искристое лето-2014.